Привет всем! В эфире наша рубрика Nice People и сегодня у нас в гостях Амир Шекижанов, ЛГБТ-активист из Казахстана. Амир, привет! Привет! Амир, для тех, кто с тобой не знаком, расскажи немного о себе, кто ты и чем занимаешься. Я ЛГБТ-активист последние несколько лет. Я всячески стараюсь освещать проблемы ЛГБТ и быть видимым. Кроме того, порядка шести с половиной лет я проработал в ВИЧ-сервисных НПО. В основном по вопросам профилактики лечения и сервиса ВИЧ для группы мужчин, практикующих секс с мужчинами. И также последние лет семь я провожу мероприятия, социализирующие мероприятия для ЛГБТ-сообщества, где люди могут знакомиться, общаться. И вот не так давно, где-то года два назад, это выбилось в полноценный ЛГБТ-бар, который существует как такое социальное предпринимательство, поддерживающее сообщество. Амир, а вот по поводу аббревиатуры можешь уточнить? У меня тоже есть вопрос. Вот сейчас используются разные аббревиатуры, они все больше расширяются. Вот было базовое ЛГБТ, потом появился ЛГБТ, КИИ+, еще вот можешь рассказать, как эксперт, какая правильная? Или вообще можно ли говорить в этом ключе о какой-то правильной аббревиатуре? Ну, про правильность судить сложно, потому что все-таки мы говорим о людях и их поиске идентичности своей. И понятно, что какие-то аббревиатуры и буквы будут добавляться по мере того, как люди исследуют свои грани личности, свободы, идентичности и так далее. Я думаю, что очень сильно зависит от контекста. В принципе, нельзя сказать, что неправильно сказать ЛГБТ и не сказать ЛГБТК+. Скорее, расширение этих аббревиатур, оно больше про то, чтобы быть инклюзивными в тех или иных контекстах, но в целом они вполне взаимозаменяемые. Есть нюансы, связанные с отдельной работой, по тому направлению, например, я говорил, я работал в ВИЧ-сервисах до этого, там часто употребляют аббревиатуры МСМ, мужчины, практикующие секс с мужчинами. И такая очень специфичная, она где-то пересекается, например, с ЛГБТ, но очень специфичная для своих каких-то задач. И вот в таком же контексте те или иные буквы или аббревиатуры могут использоваться или не использоваться, но в целом я считаю, что они вполне взаимозаменяемые. Хорошо, я тогда для кратности буду использовать ЛГБТ. И вот такой вопрос, как появилось и что из себя представляет ЛГБТ-комьюнити Казахстана сегодня? Можешь описать, что это за люди, как они живут, где собираются? Тем более вот ты открыл сейчас бар, где могут сейчас, то есть это все на твоих глазах, и ты, я думаю, со всеми знаком в целом. В целом, безусловно, важно сказать, что я, безусловно, не застал рассвет ЛГБТ-культуры в Казахстане, несмотря на свой солидный возраст 36 лет. Безусловно, какую-то часть я пропустил, потому что я полоскределем. Поэтому я не могу сказать, как зарядились те или иные движения или какие-то направления активизма. Я могу сказать про то, к чему имел отношение сам. В целом, активизм был, условно, какими-то волнами в Казахстане. И вот мы, наверное, активисты, которые более-менее начали в 2015-2016-2017 годах. Это, условно, такая вторая или третья волна какого-то активизма в отношении ЛГБТ. И большой, мне кажется, упор, объединяющий активистов, все более-менее, которые в эти годы начинали, в том, что мы все очень активно работали и работаем на повышение видимости. То есть это видимость в СМИ, в социальных сетях, видимость для общего населения, для комьюнити. То есть до этого, безусловно, были активисты, которые догонялись какими-то сервисами, оказывали какие-то поддерживающие, может быть, услуги, еще что-то. Но, наверное, такое отличие активистов последних лет – это вот такая потребность быть видимыми и вести диалог с обществом, в первую очередь. По поводу того, как сейчас это комьюнити формируется и вообще что из себя представляет. Ну, сейчас так это достаточно сложно сказать, потому что, безусловно, это очень разнообразные комьюнити людей разного возраста. Но, наверное, в силу молодости, больше гибкости, больше свободы, больше какого-то бунтарского духа, безусловно, тем, кто помладше, там, 25, например, плюс-минус 25-27, им намного комфортнее и вливаться в комьюнити, и быть видимыми, быть присутствующими на этих мероприятиях. Как правило, у них меньше, там, обязательств каких-то или каких-то договоренностей, там, социальных, которые сформировались. Поэтому сейчас большой костяк активного комьюнити составляют молодые люди, там, до 25-27, максимум 30 лет, наверное. Те, кто постарше, моих ровесников и еще старше меня, их, конечно, меньше сейчас видно, потому что, там, социальный статус, кто-то, там, может быть, семью успел построить гетернормативную, либо какая-то интернализированная бывает гомофобия, да, которая тяжело справляться. Поэтому они чуть менее видны. Ну, у меня вот такой вопрос немного, может, странный. Насколько человек, который принадлежит какому-то сообществу, да, ЛГБТ, люди, употребляющие наркотики, еще какие-то, а должен какую-то внутреннюю позицию иметь и быть активистом? Или это необязательно? Или можно, как бы, переложить эту ответственность за защиту своих прав условно на других людей и, как бы, жить свою жизнь? Вот насколько быть активистом важно и обязательно, если ты принадлежишь какому-то комьюнити? В целом, я думаю, что, ну, важно проговорить то, что человек имеет определенную идентичности, либо ведет определенный образ жизни, еще не делает его частью какого-то комьюнити. То есть, условно, человек, который, там, практикует, не знаю, там, однополый секс, еще не обязательно частью ЛГБТ-комьюнити. Также человек, который, например, там, употребляет наркотики, еще не является частью комьюнити, там, людей, употребляющих наркотики, и что-то с этим делающие. Потому что присутствие твое в комьюнити предполагает, что ты каким-то образом участвуешь, там, в социальной жизни, имеешь какие-то представления и, там, согласия на то, как это все будет происходить и так далее. Это первое, что я хотел сказать. Второе, по поводу активизма. Безусловно, на мой взгляд, активизм – это не должностнование, это, может быть, в каком-то смысле даже привилегия. И это важно, чтобы это было каким-то искренним порывом изменить что-то в окружающей среде, там, законательно, в своем комьюнити, в своей семье или еще где-то онлайн, например. И в этом плане я считаю активистами всех, кто что-то делает. То есть, например, человек написал какой-то пост или комментарий, лайкнул, ну, на мой взгляд, он уже проявляет или она проявляет какую-то позицию, соответственно, это уже в какой-то степени активизм. Другое дело, что, безусловно, обязывать активизму людей – это бессмысленно, так не работает, и при этом нужно понимать, что если у меня есть какие-то потребности или мое определенное видение, то кроме меня его никто не реализует. Поэтому, если уже мне хочется, чтобы мир как-то соответствовал моим ожиданиям, то, наверное, есть смысл мне вкладываться в это, что-то с этим делать. Поэтому я думаю, что в той или иной степени активизм присущ всем нам. Надо дать время созреть ему, и когда он будет готов, вот, наверное, как-то себя проявит. Ну, а если говорить о нарушении прав, да, и то, чем занимается сообщество, и ты в том числе, вот, какие, ну, вообще актуальны ли нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Казахстане, и какие основные проблемы, вызовы, и чем вот Казахстан отличается, например, от других стран, региона и мира, вот, в плане именно прав ЛГБТ? Ну, здесь, наверное, нужно отделить несколько категорий. То есть, да, безусловно, есть нарушение прав ЛГБТ, ну, и в целом с правами человека в Казахстане ситуация такая, требующая большой работы. И, к сожалению, все проблемы, которыми сталкивается ЛГБТ-комитет, в большинстве стоят общие по всем остальным категориям на нарушение прав. Это, там, непрозрачные суды, полиция, которая плохо делает свою работу, которая, там, наполнена стигмой, считает, что у них есть право, там, на насилие и так далее. Это достаточно неплохие, но неработающие законы, опять же, по тем же причинам. Вот, и, соответственно, как бы, есть какие-то общие черты в целом проблемы с ворами человека в Казахстане, вот, которые касаются ЛГБТ-людей. И есть отдельные особенности. То есть, есть, например, законодательная дискриминация. Допустим, законодательно прямо прописано в Кодексе о семье, что запрещен брак между людьми одного пола. Соответственно, запрещено суррогатное родительство, соответственно, запрещено удочерение и усыновление. Далее есть проблемы, связанные с трансгендерными людьми. Процесс признания гендера у нас идет пока через клиническую психиатрию, нужно проходить комиссию, но это еще ничего. Документы смогут, МВД в этот момент только после того, как будет сделано обязательное хирургическое вмешательство на половые органы. Соответственно, на это могут пойти не все, не все хотят этого, это дорого, это сложно, это опасно для здоровья. И в этом плане закон напрямую ограничивает, дискриминирует людей. Но есть другая сторона, это предубеждение в отношении АГБТ-людей, какая-то стигма, которая иногда приводит к тому, что либо в отношении сообщества какие-то есть преступные, скажем так, не группировки, но есть какие-то действия. Например, люди грабят на поставных свиданиях, квир-персон, потому что считают, что они в полицию не пойдут из-за идентичности. Либо в меньшинстве есть преступления на почве ненависти, когда только из-за того, что человек относится к сообществу, их могут убить, изнасиловать, либо убить. К сожалению, полиция очень неохотно берется за все такие кейсы, но, к большому счастью, у нас обращение в полицию с недавних пор цифровизировалось, поэтому, если полиция не принимает заявление, можно онлайн подать. И таким образом потихоньку все больше и больше кейсов, они фиксируются. Я надеюсь, что это поможет хотя бы начать диалог с государством, которое постоянно отрицает, считает, что нет никакого ущемления прав АГБТ-людей в Казахстане. Ну вот я спросил, почему? Потому что я прочитал, что несколько лет назад ты поехал в Чехию, ездил в Чехию на парад «Гордость» и вышел там с флагом Казахстана и с плакатом, где была цитата из Конституции, что, по-моему, неприкосновенность частной жизни, что-то такого. И потом я читал интервью, и это среди СМИ, это вызвало большой такой интерес. И все вопросы были, ну, много вопросов было, Амир, насколько тебе трудно было на это решиться, да, и это мой тоже вопрос. Насколько тебе сложно было принять это решение и публично выйти с флагом. И второй вопрос, что ты отвечал, что на самом деле, когда ты вернулся, реакции особой не было в государстве. И для многих это было удивлением. Вот было ли удивлением это для тебя тоже, что когда ты вернулся, и, возможно, что ты ждал, когда ты возвращался в Казахстан, какая будет реакция общества, какая будет реакция государства вот в таком духе? И, честно скажу, насчет решился, скорее, самый сложный был шаг предыдущий. За несколько месяцев до этого я давал интервью впервые для себя в крупном СМИ, когда было онлайн-знание в Oxpopuli. Там я как бы впервые решил рассказать о своей гомосексуальности, о том, как я вижу какие-то проблемы и так далее. И вот решаться нужно было на тот момент, потому что до этого каких-то крупных таких статей не было, интервью, и, соответственно, я очень переживал. Но на тот момент у меня, как я говорил до этого, активизм должен созреть. У меня возникла какая-то потребность, что ты меняйте вокруг. Я был в окружении очень классных единомышленников, друзей, которые поддерживали, и которые как-то помогли даже себя принять как раз до момента, когда я уже могла говорить об этом с другими. И они поддержали мою готовность. Я взвесил так, я так очень рационально к этому старался подходить. То есть эмоционально я такой, все, надо что-то менять. Рационально я думаю, так, что у меня есть, какие есть ресурсы. И я понял, что, в принципе, у меня есть неплохая работа. Если вдруг с нее уволят, и у меня начнутся какие-то гонения, я могу попробовать ехать за рубеж, потому что знаю языки. Есть какой-то опыт международной работы об этом. В принципе, собственно, когда, как не сейчас, и кому, как не мне. И вот я попробовал. И вначале было очень страшно, потому что было очень много хейта вначале, после статьи. А потом началась поддержка. То есть многие люди видели хейт, и они вступались, либо писали в личку какие-то слова поддержки. И тогда я понял, что в целом большая часть вот этой активной гомофобии, она онлайн. И она скорее от того, что люди просто как бы несчастные, может быть, озлобленные каким-то обстоятельствами. То есть это как бы не то, чтобы их повседневная позиция, там с утра вставать, первым делом активно ненавидеть геев или лесбиянок. То есть это скорее такой феномен виртуальный. Поэтому когда уже возник вопрос о том, чтобы поехать на Pride в Чехию, и там уже выйти с флагом, для меня это не было большой проблемой. И когда я вернулся, ну действительно было странно, что государство вообще никак не отреагировало, потому что, ну вот меня часто спрашивают, возникает ли у вас каких-то проблем с государством лично или благодаря вашей филиности. Я вообще никогда ни с кем из представителей власти в жизни, кроме как по вопросам проектным каким-то, по рабочим, когда в МПО работал, вообще где-то не пересекался. На меня никто никогда не выходил, никто никогда не давил. Мне кажется, что у нас такой странный типа авторитарного режима, в котором, если ты не претендуешь на политические какие-то амбиции, государство смотрит на тебя, как просто на странного чудика, который там что-то шумит, а поскольку мы активно изображаем у себя демократию, то им это даже на руку, что вот есть какие-то там разные группы, которые что-то там шуршат между собой, и вот посмотрите, пожалуйста, вот у нас такой прекрасный зоопарк разных активистов. И поэтому, мне кажется, если это не политизированная какая-то мера, то власти все равно. Но я могу ошибаться. Ну, и я не могу в этом ключе спросить о влиянии России, да, и поскольку она пытается доминировать в регионе, пытается экспортировать свои законы и свое понимание, вот, в частности, в отношении ЛГБТ и жизни ЛГБТ, вот что ты можешь сказать, насколько есть это влияние, или его нету, и какая вообще позиция Казахстана вот в какой-то ближайший перспектив в отношении прав людей и ЛГБТ? Я думаю, что, ну, к сожалению, влияние России последние, там, лет 10, оно отвратительное, потому что Россия стала самым большим экспортером ненависти, причем вообще неважно в отношении кого, просто вот такой способ, как бы, жизни, когда все вокруг плохие, всех надо уничтожать. Вот, и, в общем-то, и это не обошло и ЛГБТ-комьюнити, потому что очень много активной гомофобии пошло после того, как был принят там закон о так называемой ЛГБТ-пропаганде в России. В принципе, термин ЛГБТ-пропаганда появился через российские медиа у нас, до этого тоже такого не было, никто никогда об этом не говорил. Даже оппозиционеры ЛГБТ-прав, они не использовали эти слова до России, и вот этого желания использовать такие формулировки. И это, ну, как бы, касается, в принципе, очень многих либеральных активистов, то есть там активные позиции есть у местных групп небольших, которые, допустим, антифеминистические, такие якобы просемейные, и у нас уже есть несколько журналистских расследований, которые показывают, что их спонсируют российские какие-то инициативы, там, бюджеты. Поэтому, ну да, в этом плане, к сожалению, очень сложно, потому что русскоязычное пространство, оно очень сильно заполнено официальной риторикой Кремля, вот, но есть большой плюс в том, что все большая часть Казахстана, она, ну, либо билингвально, либо казахоязычна. И, соответственно, вот эти вот все там какие-то шовинистические бредни, они очень плохо туда распространяются, и очень мало казахоязычных активистов, которые вот удается переменить на темную сторону условно. И поэтому, в целом, как я говорил, наверное, народ у нас не очень гомофобно настроенный, вообще не очень агрессивный, и я думаю, что во многом это нас спасает, плюс нужно понимать, что Казахстан всегда был на распуте всяких потоков людей, торговых путей каких-то, когда Сталин все репрессии свои начал, очень большое количество народностей было сюда отправлено, корейцы, чеченцы, греки и так далее. И, соответственно, как бы, ну, в целом Казахстан как будто бы не в новинку принимать в себя что-то новое или народное, и делать это частью своей жизни. Поэтому в этом плане все-таки я надеюсь, что мы будем продолжать двигаться в сторону демократизации какой-то, вроде как шаг за шагом мы к этому идем. И, ну, перспективы пока достаточно неплохие. То есть у нас были попытки принять законы эквивалентные вот там вот закону о запрете о защите детей от нежелательной информации, и вот два раза были попытки, оба раза это не прошло. Но, к сожалению, вот есть печальные новости, буквально позавчера в Кыргызстане приняли такой закон, и были большие надежды на Кыргызстан в свое время, чтобы такой островок демократии в Центральной Азии. Ну, вот как-то, к сожалению, там тоже, очевидно, есть большое российское влияние. Это и видно, и проговаривается даже вполне себе. Но я надеюсь, что все-таки мы сможем каким-то образом отстоять. Я так понимаю, это отчасти связано с тем, что мы находимся в зоне интересов очень больших игроков, типа США, Европа, Китай и Россия. И несмотря на большие узы с Россией, так как-то мы пока жонглируем. Если вернуться к проблемам ЛГБТ-комьюнити, да, вот такой вопрос, насколько распространено употребление наркотиков в сообществе, да, вот это понятие химсекс, новые психоактивные вещества, и, соответственно, конечно же, последствия, которые к этому приводят, в том числе ВИЧ, криминализация и сообщество. Что ты знаешь об этом, что можешь сказать? Безусловно, наркотики и, в принципе, разные изменяющиеся сознания вещества это большая проблема для ЛГБТ-комьюнити, потому что есть очень большой фактор психологического эмоционального давления на людей. Зачастую они вынуждены скрывать свою идентичность, потом общественное мнение в отношении ЛГБТ-ка людей пока еще не позитивное, есть много стигмы, и люди эту стигму впитывают, и вот эта вот гомофобия, трансфобия, она становится интернализированной, то есть человек ее усваивает, и в отношении себя тоже так думает, что я недостоин того, чтобы там, у меня никогда не будут пары нормальные, я ничего не смогу сделать и так далее, нужно лечить сексуальность свою, или я все равно женюсь, потому что здесь у нас еще очень большая как большая приверженность семье есть, что там родители скажут и так далее. Поэтому в этом плане есть ряд исследований, которые показывают, что такого рода проблемы усиливают потребность в каких-то отвлекающих ресурсах, в отвлекающих опытах, и поэтому, ну, алкоголь, наркотики, к сожалению, большая проблема для комьюнити. Дополнительной проблемой является химсекс, про который ты упомянул, и здесь дополнительная особенность есть связана с тем, что это отличает очень сильно секс под препаратами от химсекса. Хотя технически вроде как одно и то же, но химсекс, он во многом завязан еще на чувстве стыда в отношении себя, что я не могу позволить себе, допустим, контакт с другим мужчиной, если я не под чем-нибудь там. У нас в основном это, я не знаю, можно употреблять название, если что, запикаете, у нас в основном это мефедрон используется. Вот, и условно там после там пары дорожек мефедрона уже пожалуйста, да, то есть мне уже не стыдно, я уже могу позволить себе там и романтический контекст, и сексуальный контекст, и в этом плане это очень сильно отличается, и там такой цикл получается странный, что я очень хочу какой-то контакт установить, но мне стыдно, я принимаю наркотики, я устанавливаю этот контакт, потом после этого мне, у меня, во-первых, отходился после мефедрона, во-вторых, у меня еще усиливается чувство стыда, потому что я все это с собой сделал, и вот бесконечный цикл, из него очень тяжело вырваться, и если вот за эти предложения для знакомств, например, или там на странице специфичной, очень много объявлений, если там у кого мяу, там приглашу с чем-то, там дайте что-нибудь, ну, из такого рода вещи, и это прям проблема, которая сейчас актуальна. И с наплывом мигрантов из России проблема не улучшилась, скажем так, то есть люди, которые приехали, ну, примерно с такими же проблемами, возможно, приехали, кто-то даже с большим опытом еще, и поэтому это, может быть, в какой-то степени даже актуальнее стало, вот, но, к счастью, наконец-то, хотя бы там и исследователи, и сервисы начинают говорить о проблеме химсекса, и Национальный центр дерматологии в нейроническом заболевании, то есть все, как бы, они потихонечку включают в свои программы, в работу с этими комьюнити, начинаются какие-то исследования, но это, ну, очень долго будет, быстро не решится, к сожалению. Вот. Ну, надеюсь, ответил. Амир, а можешь все-таки вот немного описать, вот, чтобы было понятно, какая наркополитика сегодня в Казахстане, какая ответственность за употребление наркотиков, и такой дополнительный вопрос, как, на твой взгляд, какой она должна быть, и что, и, может, какая страна должны стать моделью наркополитики для Казахстана, и, может, это такой, как бы, теоретический вопрос, и что реально, какая страна и какая наркополитика реально может стать моделью для Казахстана в ближайшее время? Ну, это очень много разных вопросов подряд, я попробую разбить их на куски. Сейчас, опять же, я сразу оговорюсь, я, безусловно, не эксперт, поэтому какие-то вещи я могу где-то упустить, либо по незнанию собрать. Сейчас у нас политика такая, то есть у нас с недавних пор декриминализировали потребление, и, соответственно, если у тебя, по-моему, там до одного грамма условно, то это условно для личного потребления, это административная статья, тебе положен штраф за это. Все, что свыше, считается хранением, или дальше уже распространением, это, безусловно, уже уголовная статья, вот, и в этом плане, к счастью, хотя бы декриминализировано потребление, потому что долгое время МВД, вообще всячески, ну, полиция, условно, да, министерство, например, дел активно сопротивлялось, в принципе, любым подвижкам каких-то нормальных политик в отношении наркопотребления, то есть они были большие противники, например, опиоидно-заместительной терапии. И там долгие годы подряд, каким-то образом, там, по-моему, нашли консенсус, ну, он такой шаткий, то есть у МВД четкая позиция, что вот нам этого не надо, надо все криминализировать. Вот, я думаю, что все-таки, исходя из, ну, из моего небольшого опыта работы с людьми употребляющими наркотиками и программами снижения вреда, я думаю, что вот этот тренд на декриминализацию потребления нужно держать. Я думаю, что есть определенные препараты, вещества, которые можно было бы декриминализовать вообще, например, как ту же марихуану. И, безусловно, я думаю, что хороший выход это все-таки не акцент делать не на криминализации и запрете, а все-таки работать на тему повышения осведомленности, создания сервисов, потому что, ну, люди уходят в потребление не просто так. Это не вот прекрасный солнечный день, когда я в очередной раз там ем вкусную еду и в окружении любимых людей, я такой, а, пойду-ка я что-нибудь нюхну. Безусловно, есть какие-то социальные проблемы, которые подвигают к любым веществам, да, изменяющим сознание. Ну, а ты можешь что-то сказать? Ты знаешь про что-то, про сообщество людей, употребляющих наркотики в Казахстане? Есть ли оно, как оно о себе заявляет? Слышно ли его? И, может быть, какие-то рекомендации, которые ты мог бы дать сообществу людей, употребляющих наркотики, чтобы эффективнее отстаивать свои права? Безусловно, да, поскольку я работал в ВИЧ-сервисах, я как бы пересекался с тем или иным точкам соприкосновения с сообществом людей, употребляющих наркотики, с сервисами, ориентированными на них и так далее. Я не думаю, что я в положении давать рекомендации. Я могу скорее сказать, что, на мой взгляд, сработало с ЛГБД комьюнити, что может быть универсально применимо, но как минимум в группе людей, употребляющих наркотики. Но сначала скажу вообще, что я сейчас вижу происходящее. Сейчас в целом есть ряд некоммерческих организаций, Казанский союз людей, живущих в СВИЧ, активно работает с наркопотребителями, с фонд Реванш, например, Ансер, еще где-то организации. То есть у них, по сути, всего пару задач. Они глобальные, сложные, но их можно объединить по паре направлений. Это выход на сообщество, потому что, безусловно, мало того, что так же, как и ЛГБД комьюнити, это такая закрытая группа, в нее сложно попасть, это не афишируется. Это здесь еще фактор криминализации очень высокий. Поэтому, безусловно, очень сложно выходить на людей, если нет доступа, если ты сам не являешься частью группы. Поэтому в этом плане я, конечно, могу представить, насколько это непростая работа выходить на людей, а потом этих людей привлекать дальше в то, чтобы они постоянно обращались за сервисами. И задача номер три – их как-то мобилизовывать, их между собой социализировать, каким-то образом создавать это комьюнити, выстраивать ценности этого комьюнити. Это, безусловно, очень сложная, большая, тяжелая, долгая работа. И в этом плане я могу только сказать, например, как с ЛГБД комьюнити, какая работа происходит. Здесь очень важно было, например, для моих проектов, за которые отвечаю, определить, собственно, какие самые главные есть потребности у людей, какие ценности мы соблюдаем, соответственно, где границы, что допустимо, что недопустимо. И уже в этом плане находятся те люди, которые готовы объединяться. И наш традиционный вопрос. Мы спрашиваем всех гостей, какие у тебя профессиональные мечты и личные мечты? Можешь, если не против, поделиться ими. Профессиональные очень переплетаются сейчас лично, безусловно. Но я очень надеюсь, что мы в ближайшее время те проекты, над которыми я работаю, будут расти. Ну и пока сейчас все так и происходит. И бар, и комьюнити-центр, и, в принципе, сервисы, которые мы строим, я надеюсь, они будут продолжать расти. Я также надеюсь, что вообще мы сможем не только отстоять позиции комьюнити сейчас законодательно, но и продвинуть вопросы. Я надеюсь, что будет пересмотрен и протокол процесса признания гендера у транс-персон. И будет все-таки через какое-то время снят и каким-то образом обжалован к пункту про брак только между мужчиной и женщиной, и запрещен брак между людьми одного пола. То есть это такое, мне кажется, это реалистично, если честно. А личные, ну, быть счастливым, быть в окружении любимых людей, быть здоровым, ну и, в принципе, этого достаточно. Амир, огромное спасибо тебе за разговор. Был очень интересный и познавательный. И желаю, чтобы все твои мечты и профессиональные, и личные исполнились и в самое ближайшее время. Спасибо. Пусть так и будет у всех нас. И у наших зрителей тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok